Всем доброе утро, мои хорошие! Я в очередной раз не выспалась, я поспала сегодня 6,5 часов. Из них полчаса я постоянно отсрачивала будильник. Ну да ладно, я сейчас проснулась, у меня полчаса, чтобы принять душ и поскрабировать кожу перед сеансом моментального загара. Я решила подзагореть, потом проснусь, расскажу, зачем. Ну короче, я вчера забыла это сделать, потому что уже вырубилась с малышом и вообще забыла, короче. Делала все подряд, комментировала и что-то там еще надо было кому-то что-то отправить, где-то что-то ответить. В общем, я уже пол первого легла, быстро-быстро спать. Данечка еще спит, я сейчас сделаю себе кофе и пойду скрабироваться. В общем, мои хорошие, слушайте, я не знала, что утром принимать душ это так бодрит. Мне нужно было сделать скраб за три часа до манипуляции со своим телом. Поэтому, как только я встала, встала без 10,7, где-то вообще еле-еле, честно говоря, встала. Вот она, вот она прибежала. Все, ходит, орет. Мама, присядь, давай пообнимаемся. Коска моя. Че моя желайка? Моя. Вообще, любвеобильная кошка у меня, она очень привязывается к своему хозяину. Вот ориенталов, я слышала это, я знаю. Куда ты, туда она. В туалет, ванна, другая комната. Спит всегда с нами. Кстати, меня же все просили рассказать про диван. Сейчас расскажу, если не забуду. В целом, я диваном очень довольна. Вот он, да, бежевенький. Что касается пачканья, ну, ребенок, постоянно все дела, да, на нем крошки там, ну, я его пылесосю. Если какие-то пятна или еще что-то, я просто ванишем для обивки использую все. Но он чистый у нас. То есть, несмотря на то, что Дэнни здесь постоянно ест, что-то сорит, то это. Я его ванишем один раз почистила вот так пеной полностью, и все как-то ушло. Нет никаких на нем пятен. То есть, несмотря на то, что он светлый, он меня полностью устраивает. Цена качества. Мастится, мастится, девка моя. Вот. Это что касается дивана, я им полностью довольна, реально. То есть, я не пожалела, что я взяла такой светлый, и все-таки он такой, знаете, немножко такой грязно-бежевый, холодный. То есть, если бы он был белый, возможно, на нем было бы вообще трындец. А такой цвет, он немножко под грязь. Вот. Что касается ориенталов, я полностью согласна с котятами. Ориенталы, они очень привязываются к хозяину. Насколько я знаю, у кого у меня у знакомых есть ориенталы. Да? Это вообще, это такая лоскушая, это такая любовная. Она такая умненькая, она все понимает. Она тебя вот и помоет. Видите? Моет, мама. Моет. Она умненькая, она ждет, короче, полностью подстраиваться под хозяев. Инна ждет, уже мы открываем дверку, она уже такая мяу. Она разговаривает, она когда хочет кушать, она говорит, когда она хочет обниматься, она говорит. Хотя говорят, что ориенталы, они очень разговорчивые, знаете, такие. Я бы не сказала. как бы она у меня не такая разговорчивая, чтобы прям, знаете, прям она мне мешала там. Но она, когда она что-то хочет, она недовольна. Она говорит там, маму, бери за мной. Я там сходила, поди убери. Она один раз говорит, как бы два раза не повторяет. Она хочет есть, она подходит и говорит, мяу, мама, хочу есть. Или вот сейчас она просила меня прилечь, чтобы полежать со мной. Видите? Какая лоскушечка моя. Да? Скажи, мам, ты сейчас уйдёшь, я вижу, ты собираешься, полежи на дорожку со мной. Ну вот, мамочка лежит. Мамочка лежит. Сладкая девочка. Очень ласковая кошечка. Сначала хотела второго завести, пока сейчас не хочу. Ей внимания обидненькое иногда не хватает. Спит она с нами вообще всю ночь. Никак не мешает. Бывает, вечером она разыграется, когда мы как раз укладываемся спать. Но она очень понимает мой тон голоса. Если я говорю, милая, угомонись. Она раз и угомонилась. Вот. Ну, она только меня слушается. А ещё она такая достаточно агрессивная кошка. Защищает свою территорию. И вот, допустим, когда к нам приходят гости, то есть я не ожидала, что вообще так будет, но реально её все боятся. Она сразу такая, опа, там может пошипеть. Она на всех шипит поначалу. Она не признаёт, кто пришёл в гости, то-сё, а потом такая обнюхает, то-то и это. Ну, Денька её не боится. Он жалуется иногда, что она кусается, но она не боится, он её таскает. Такое. Вот. Но у других деток, которые в гости приходят, например, они там, кися-кися, а ей что-то не нравится, она может куснуть. Поэтому вот бывает вот такой глаз да глаз нужен. Ну, может быть, это того, что кошка, а не кот. Короче, с характером ревнивая такая девка. Вот моется. Мыться я пришла тут. Намываться. Да? Да? Мам, ты тебя за мной разговариваешь? Мама. Вы видите это? Вы видите это чудо? Это же человечина. Ты моя. Ой, мурчала. Короче, я сейчас пью кофе и уже через 20 минут выхожу. Вот решила с ней полежать 20 минут, потому что она ходила вокруг да около. И всё, мама, мол, я же мама, и всё гладится между ногами. А я то монтирую, то кофе делаю, то ещё что-то. Вот. Короче, хочу загар себе. Потом буду его солярием поддерживать. Но я думаю, что я похожу вообще на этот загар. Мне нравится. Я уже два раза ходила к девочке, к этой, которая делает мне загар. Мне нравится. Очень всё равномерно и потом всё равномерно, в принципе, смывается. Вот. Хочу немного подзагореть. Короче, потом расскажу. Я уже рассказывала, почему. ещё расскажу. Мои хорошие, я выскакиваю. У меня 40 минут, чтобы доехать. Загар, загар, загар. Я такая, ну, вообще не подготовленная, просто, ну, одела более-менее свободный костюм, такой тёмный, потому что сейчас меня накрасят всем этим, потом я должна несколько часов буду походить, и, ну, одежда может пачкаться немножечко. Я взяла тёмную такую одежду. Ну, и сразу домой вернусь, потому что потом, перед садиком, мне нужно будет всё это смыть. Вот. И уже будет, ну, как бы, конкретный загар. А ещё я хочу, думаю, сегодня, обычно я, ну, полностью, без ничего, да, делаю себе загар, чтобы не было никаких нигде полосок. А сегодня, думаю, сделать трусики, тоненькую полосочку. Хочу всё время видеть, сколько, ну, какая я была, и какая стала, и вот как он смывается, чтобы была граница. Вот. Всё равно я нигде не раздеваюсь, не фотографируюсь раздетая. Думаю, что мне полностью. Пусть будет полоска от трусов. Я припарковалась, и, знаете, что у нас так жарко на улице, что я аж вспотела. Вот это было лишнее. Пойду просто, просто в костюм. Ничего у меня тут в карманах нет. Жара прям, потеем прям, а. Что у меня тут? Шоколадка. Взяла на всякий случай, вдруг в голоду начну умирать. Я такая могу. Ничего, не позавтракала, только кофе пила. Маска. В общем, я вовремя прям побежала. Побежала. Девочки, ну что, я приехала к Анюти. Уже не первый раз говорю вам, делаю у неё загар. Мне очень нравится, он ровненький. Смотрите, она переехала. Теперь она может ездить вообще по Ростову, или ты ещё ближайшие города ездишь? По Ростову легко, вообще в любую точку приедет со своим, совсем и сделает вам супер-пупер загар. Я уже разделась, видите, у меня такие топульки прикольные, и сейчас меня Аня будет делать красивый загар. Ну что, девочки, сделали мне моментальный загар. Сейчас я вам покажу. как бы видно, да, уже, что я такая немножечко темнокожая стала. Моментальный, он реально называется моментальный, потому что это моментум, понимаете, 5 минут не прошло, и я уже красотка. Сейчас я вам покажу, что было до и как стало. Я офигела. Я попросила в этот раз, чтобы сделали мне с трусиками, чтобы я посмотрела разницу. Посмотрите, какая я была. Та-дам! Это же просто, просто вообще. Какая была, какая стала. Вот теперь, в общем, я хожу 5 часов вот с этим загаром. Он еще набирает, да, Аня? Ага, да. Он еще набирает загар, потом... Будет темнеть еще до завтрашнего дня. О, до завтрашнего дня еще будет темнеть. Это еще лайт. Буду вообще красотка. Вот, потом я, перед тем, как за малышом идти, я его смою просто водичкой, и потом перед сном уже намажу кремом. Вот, и увидите уже завтра, какой конкретно будет результат. Короче, я очень рада. А сейчас Аня еще сделала акции, представляете, не акции, а абонементы. Абонементы. И по абонементу вообще супер дешево ходить. Ну, реально вообще очень доступно ходить. Так мало того, что ходить. Она в центре занимается, можно, ну, удобно, да, в центре. Так она может еще и приехать. Представляете? Я в шоке. Визитки. И сзади это абонементы. А, абонементы. Мы отмечаем сзади. То есть они очень удобные, можно в кошелечку выложить, куда-нибудь. Это вот только недавно она организовала такое. Это вообще классная возможность. Вот абонементы есть на три сеанса, на пять сеансов, на семь. И чем больше берете, тем дешевле. Я планирую вообще на постоянке сейчас ходить и поддерживать загар именно вот моментально. Будете, ой, смотреть и видеть. Короче, я довольна, классно, счастлива. Мне кажется, я похудела. Супер-пупер, оставлю вам ссылочку под видео. Кому интересно, сейчас вообще весна, лето, чтобы, знаете, не были вы, как это называется, бледные, как поганки. Будете такие красивые, как я теперь. Ну, как бы, есть контакты. А, я говорила, нет, 12 лет уже занимается Аня этой профессией. И, ну, у нее идеально все получается, как бы, она профи в этом. Поэтому я ее рекомендую вообще. Ссылка под видео. Взяла вот такую крупную клубничку у нас рядом с домом. Там вот клубничка такая продавалась. Так она пахнет, хочу попробовать. А здесь я взяла печень куриную. Я хочу печеночные оладушки сделать. И взяла, представляете, вот это. Это не ножка, это индейка, плечо. Плечо индейки. Никогда не брала. Хочу запечь, попробовать. Я зашла домой, первым делом любуюсь на свой цвет кожи. Просто я такая вот прям, натуральный такой весь загар, красивый, ровный. Вот что я люблю, вообще класс. Так это еще, надо его смыть, он еще потемнеет, короче, часов пять смою только. Вот. Мне нравится. Вот все. И краситься не хочется, даже губки подкрасила, и ты классная, понимаете? Классная. Вот. В общем, всякие перемены грядут. Я занимаюсь этим. Вот. Так что, ждите изменений впереди. Сейчас хочу убраться, сделать сухую уборку, потому что мне нельзя сейчас мочить руки, их нельзя пачкать, поэтому ничего, к сожалению, я приготовить не смогу. Да и клубничку я не смогу, наверное, поесть, потому что если я испачкаю руки, мне нужно будет их помыть. Поэтому до пяти часов я не буду ничего такого делать. Эй, куда полезла? Посмотри, полезла уже. И главное, девочки, она в клубнику полезла, не к мясу. Короче, ничего мне сейчас нельзя сделать, потому что если я испачкаюсь где-то что-то, то могут быть потом пятна. Я не хочу, мне нужно сейчас выходить вот так вот, да, и потом уже все смыть равномерно, искупаться. Вот. А дальше уже, уже можно будет мыть руки. Поэтому сейчас будет сухая уборочка, по лайту, что-нибудь посмотрю, включу. Сейчас я лежу, смотрю холостяка, третий выпуск. Кстати, я не нашла первый выпуск. Я не поняла, его удалили по каким-то причинам или что? Ну вот на официальном сайте, не сайте, а вот я в премьере смотрю, там только со второго выпуска начинается все. Сейчас смотрю третий выпуск. Остается часик, через часик я пойду помою все это дело и пойду за малым в сад. Ну что, я помыла тело свое. Конечно, сразу у меня загарчик раз, чуть-чуть и спал. Но мне прям нравится то, что было. Я прям люблю быть такой, знаете, темненькой, темненькой. И вот, знаете, отличие еще, когда ты сама себе делаешь автозагар или еще что-то, очень отличается цвет, который ты делаешь. Тут, знаете, самое, вот самое сложное в таких моментальных загарах это подобрать цвет, чтобы он не желтил, был естественным. И второй немаловажный момент это, чтобы было все равномерно. Вот Аня, мне нравится, почему я к ней хожу. Я, кстати, вообще думаю сейчас взять у нее абонемент, если по абонементу берешь, не знаю, говорила или нет, у нее получается дешевле. То есть, если брать абонемент, там вообще 1200 за один сеанс получается. Сейчас в солярий, когда ходишь, так еще эта тема безвредная. Сейчас в солярий, когда ходишь, вот я ходила в солярий, ну я за сеанс там 600 рублей отдавала, 700. Это взять, ну не то, что там солярий, но хотя есть и 50 рублей минутка солярия, да, допустим, ты идешь на 10 минут, 500 рублей, 50 рублей. Ну в Москве, знаете, есть и дороже, есть и по 100 рублей там солярий, да. Но у нас не так дорого, у нас есть по 50 рублей солярий. Вот, кстати, я собираюсь пойти в эту студию, начать ходить. Есть у нас такая крутая студия, вот, я туда собираюсь походить, мне там нравится солярий, мне нравится, ну красиво там, в общем, пофоткаться можно. Вот, я туда собираюсь поддерживать загар немножко, но я не собираюсь прям, знаете, в солярии сильно-сильно загорать, я вот прям хочу чуть-чуть загорить в солярии, чтобы чуть-чуть глубже был загар, да, ну буквально там, там не знаю, 7-10 сеансов, я думаю, мне хватит. И то, не каждый там раз, а вот там раз, сходила по чуточке, по чуточке. И в основном, вот раз в месяц, даже думаю, может чаще, делать вот этот вот загар. И прекрасно, он может держаться до 3-х недель, по-моему, там, или 2 недели, я не помню точно, но зависит от кожи, если ее хорошо увлажнять. Аня все советует, я вот, крема у меня еще остались те специальные, они должны быть без маслов, без всего такого. Вот, и все ровно, равномерно, и прекрасный цвет, который тебе подходит. Никто не скажет, что чем ты там намазалась. Нет, потому что никаких разводов, все идеально. Короче, я планирую вот уже все. Я сейчас смотрю на свое тело, мне кажется, я похудела, я такая худенькая стройненькая. В зеркало смотрю и думаю, блин, да у меня идеальная фигура. А то до этого уже, знаете, ой, что-то тут висит, тут висит, но чуть-чуть подкачаться, и то не видно. Мила, что ты там делаешь уже? Нахуй. Вот, короче, я счастлива, и цены вообще классные. Ну, вот, если разово вы идете, 1800, да, вот, а если вы возьмете абонемент, ну, там разные абонементы, есть разные цены, ну, то есть до 1200 доходит, вот, 1200, вообще, что это? 1200. В солярии реально больше, и солярии вреднее. А эта тема безвредная, ее даже детям делают. И Аня берет самые лучшие, самые, короче, люксовые продукты, которыми красить. Она берет все самое лучшее, сразу, самое дорогое, самое лучшее, самое качественное. И только она там работает. 12 лет. Короче, я ее рекомендую вообще, мне она нравится, хорошая девочка. Вот, и одеваюсь, бегу за Денечкой в садик и домой. Смотрите, какой новый робот-пылесос мне приехал. Вот, в одной коробке все пришло, Милка уже тут заценила. Вот такой беленький робот-пылесос и вот такая станция, в которой, как бы, я так поняла, мусор собирает сам. Моет, пылесосит, еще и мусор собирает. Сейчас, короче, распакую все, попробую и поделюсь. Итак, смотрите, я распаковала робот-пылесос, он красивый, классненький такой. С двумя щетками здесь. В комплекте у него входит вот такая штука для мытья полов и еще много сменных вот таких вот штучек. Будем разбираться, инструкция. Вот, и идет вот такой вот в комплект. Я так понимаю, собирают мусор. Здесь, смотрите, я открыла, и здесь такой мусорный мешок. Видимо, сюда подъезжает на зарядку робот-пылесос и начинается работа. Все, что вот здесь, все оказывается здесь. Здесь достаточно будет только вот так вот поднять, вот это вот вытащить, вот так вот вверх, наверное, да, вот так раз, и все, и вытрусить. И сменные еще здесь есть четыре штуки и зарядка. Все достаточно просто, будем пробовать. Сейчас как раз у меня дома пора попылесосить и помыть полы. Я доверю это своему новому роботу-пылесосу. Посмотрим, как он справится. У меня тут назабиралась грязи. Теперь я подключила приложение, все достаточно просто. Я ввела свою почту, на почту мне пришел код, я ввела код, ввела потом пароль вай-фая и сконнектила вот эти два предмета. Все, вот теперь у меня здесь вот такое получилось, зоны всякие, включить, начать работу. Сейчас будем пробовать. Так, включаем режим уборки. Поехала убираться. В общем, как уберется, я вам скажу, как у него получилось это сделать. Итак, первое, что мне понравилось в том, как он начинает уборку, он начинает, как и мой предыдущий, который тоже у меня есть, это уже у меня вообще третий робот-пылесос. Он начинает с углов, то есть он сначала прошел вот так вот по периметру, все там собрал, а теперь вернулся обратно и зигзагами начинает убирать. Вот мне такой подход больше нравится, чем хаотичный. Самый первый, он у меня в хаотичном порядке убирает. Вот, сначала он уберет вот эту зону, а потом пойдет туда. Как-то вот он для себя так определил. Я смотрю, такие же влажные следы остаются хорошие. Давай! Моет. Так, в этом пылесосе смотрю единственный такой момент, с которым он не справляется, и все время он останавливается, когда у него какое-то препятствие. Но это нормально, многие роботы-пылесосы останавливаются во время препятствия. Вот, кстати, видите, у меня там дырка потерялась, прикиньте, вообще не знаю, где эта штука теперь. Вот, но, допустим, другой пылесос, он у меня проходил, он, то есть, обходил вот эти все ножки и не останавливался. Этот останавливается. Короче, никаких препятствий быть не должно у него, абсолютно. Так, ну что, полики на кухне помыл, все пропылесосил. В принципе, я довольна, но вы понимаете, да, что робот-пылесос, это не тот, который генералит вам все. Робот-пылесос, он всегда в помощь, то есть, для поддержания вашей уборки. Все, сейчас он перешел в коридор, я все поубирала, видите, и вот он будет сейчас здесь в коридоре убирать. В общем, в целом, я пылесосом довольна. Сейчас он уберет эту комнату, и мы с вами поставим его на станцию и посмотрим, что будет происходить, когда будет режим самоочистки. Кому интересно подробности будет почитать про этот робот-пылесос, я оставлю ссылочку под видео. Его можно заказать на Алиэкспресс. Вот, цена у него, в принципе, в принципе, все роботы-пылесосы, они не дешевые, а тем более такие, ну, как бы, сделан он качественно и классно. Вообще, на Алиэкспресс есть очень много товаров, которые достойны, внимания, и цена у них намного ниже, чем, допустим, какую-то другую фирму брать на рынке, да, то есть, намного ниже. Ну, в общем, зацените, пройдите по ссылке, почитайте, зацените, здесь он хорошо всасывает, моет, у него мощность хорошая, микро-частички все всасывает, ну, в общем, мне нравится пока, сейчас посмотрим, как будет очищаться, самоочищаться. Думаю, что пылесос-то громко работает, сейчас смотрю, включаю, а здесь есть громкость пылесоса, представляете, смотрите. Ну, а теперь вот, смотрите, я ставлю режим тишины, и он сразу, просто для ночного режима, обалденно как. Также здесь есть уборка воды, средняя, минимальная, или как следует там уборка воды, кстати, вот в воду, и она максимум поставлена. Включи. Короче, единственный его такой момент, он частенько останавливается, из-за вообще минимальных препятствий, вот он, например, сейчас здесь ехал, и остановился у просто плинтуса, потому что как-то там, видимо, что-то застрял, я не знаю. У меня просто предыдущий пылесос так часто не останавливался, этот более чувствительный оказался. Но зато здесь есть режимы уборки в плане воды, тишины, это очень хорошо. Итак, сейчас я его на зарядку отправлю. Пошел на зарядку, он должен автоматически начать заряжаться и самоочищаться. В приложении видно, что он очистил одну комнату, и вот прихожая у меня. Так, все, словился. Просто интересно будет, сейчас какой-то звук, шум коннектится. Вот, пошла. О, слышите? Все, так быстро. Все. Так быстро. Мне просто стало любопытно, я вытащила, и посмотрите, действительно, пустой контейнер. В контейнеры нет мусора, посмотрите, он пустой. И он может вот так раз очистился, очень быстро, вообще буквально секунды, и идти дальше мыть. В общем, теперь отправлю его мыть в другие комнаты. В общем, все прикольно, мне нравится, пылесос продолжает убирать, а я займусь своими делами. А мы вот решили снова в Макдональдс заскочить, потому что голодные, гуляли с Дэней, проголодались, и я думаю, блин, а дома ничего готового нет. Хотя я взяла вот эту индейку, ножки хочу запечь, и вообще сейчас вот с братом созванивала, сейчас приедем домой, позвоню, надо у Наташи спросить, она делает очень вкусные печеночные оладьи. Я куриную печень купила специально для печеночных оладьев, и надо именно прям рецепт спросить, какой она делает, потому что она как-то меня угостила, очень вкусно. Так что, может быть, я сделаю. Сейчас я поем, я не знаю, а я, наверное, не захочу сейчас ничего делать, а я могу завтра сделать. Могу завтра сделать печеночные и с вами поделюсь рецептом. Короче, домой приду, позвоню Натали и узнаю. А сейчас мы снова по гамбургеру. Ой, девочки, так хорошо, мы прям посидели, поели, я так люблю в машине, вот это мы кушаем с Дэнечкой, а сейчас еще дождь такой пошел, и я прям стала лицом к Макдональдсу, и такая романтика, у нас такие заляпанные окна, музыка играет, мы кушаем, Дэнка улыбается. Опять музыка, у нас одна и та же песня все время играет, когда мы в Макдональдсе кушаем, и Дэня подпевает. Я уже забыла, на-на-на-на, что-то там подпевает, короче, прикольно. Короче, поели, сытые, я взяла еще два пирожочка, сейчас домой придем, пирожки будем кушать сладкие. Ну что, мои хорошие, вот и подходит наш вечер к концу, я намазалась кремом, стала еще шоколаднее, в общем, загар натуральный, классный, супер оттенок. Вот, все, сегодня, сейчас уже 12 часов, начало первого, на самом деле, мы досиживаемся до последнего, но зато я сегодня высплюсь, я вот прям сама себе обещаю, прям точно знаю, потому что завтра никуда рано, вставать не надо. Смотрите, вот кому игрушку я купила, посмотрите. Милка с ней играет. Ну вот она, вот она, вот кому игрушку. Поняли? Вот кому игрушку я купила. Короче, завтра у меня будет день уборки, я прям проснулась, высплюсь, кофейку налью, завтра буду убирать, потом мы пойдем с Денечкой к логопеду, вот, возможно, он поплавает в бассейне, если захочет, я плавать не буду, потому что с моментальным загаром единственный такой, ну, минус есть, это то, что нежелательно посещать сауны, бани, бассейны, что там еще, ну, короче, какие-то такие вещи, которые просто будут уменьшать срок носки автозагара вот этого, да, поэтому, ну, только покрасилась, не кайф мне идти сразу в бассейн, который все это, как бы, уберет, ну, не сразу, но быстрее, пересушивает там кожу, еще что-то, хлорка, вот, поэтому, вот, кстати, нам в Макдональдсе дали, это яйцо, большое яйцо, а там был динозавр, с такой вот головой, короче, завтра буду убирать, наслаждаться, логопед, и потом после логопеда, наверное, домой, вот, и снова спать, и высыпаться, а в воскресенье, думаю, может быть, в гости поехать, кому-нибудь из девочек, возможно, к Лене, посмотрим, буду брать вас с собой, а в этом блоге я с вами прощаюсь, надеюсь, он был полезен, для вас интересен, спокойной ночи, пока-пока, всем пока-пока, пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok